Правила использования иллюстраций. Несколько правил. Первое. Используйте уместные подходящие темы и структуры проповеди иллюстрации. То, что я уже говорил, по-моему. Нельзя употреблять пример только потому, что он хороший. Вам попался хороший пример, интересный, смешной. Но вопрос в том, подходит ли он к проповеди, добавит ли он что-то истине, поможет ли он прояснить истину. Чарльз Финей очень большой. Поможет ли он этому? И он говорил о том, что иногда пример может отвлечь от истины и привлечь внимание к себе. Вот и он так говорил. Иллюстрация по возможности должна представлять собой обычный случай. Чем обыденнее будет ситуация, тем больше можно быть уверенным, что внимание сосредоточится не на самой ситуации, но она послужит посредством для передачи истины. То есть мы не к иллюстрации привлекаем внимание. Иллюстрация не служит для того, чтобы лучше понять саму ситуацию. Используем уместные подходящие к случаю иллюстрации. Второе. Используйте примеры, заслуживающие доверия. Конечно, заслуживают доверие примеры из Библии, может быть из мира, природы, истории, жизни великих людей. Но сегодня мы... Много есть примеров иллюстраций, которые берутся из газет, скажем, журналов. И часто они страдают недостоверностью. Но мы, как проповедники, должны подходить ответственно, потому что если мы неверны в земном, если мы простые примеры приводим недостоверно и неправильно, тем более мы будем неверны в небесном. Поэтому надо очень осторожно подходить, особенно если вы берете где-то из газет примеры. Часто они описывают по-разному одну и ту же ситуацию, и нельзя быть уверенным. Или когда вы используете статистику. Вот статистика, кстати... Вот кто-то сказал, что есть маленькая ложь, есть большая ложь и есть статистика. Это уже способ обмануть людей. И надо очень осторожно относиться к статистике, когда мы считаем, что в результате исследования обнаружили то-то, столько-то, там рок-музыкантов поклоняются дьяволу. Кто исследовал, сколько, где, какие группы. Или вот интересный пример такой статистики. Так звучит сильно. Классический пример. Треть всех женщин, обучавшихся в университете Джона Хопкинса, вышли замуж за преподавателей этого университета. Статистика такая солидная. Треть всех женщин задумается, что там происходит. Оказывается, в университете училось три женщины. Одна из них вышла за преподавателя. И в результате статистика появилась. Треть всех женщин, обучавшихся, вышли за преподавателей. Но это только одна. То есть статистика, она как бы представляет на самом деле больше, чем было. Рисует картину большую. Статистика иногда способна каким-то образом людей запутывать. Или, например, когда вы сталкиваетесь со статистикой, скажем, о количестве членов церкви. Там говорят, вот столько то, православные, столько то, католики то. Что это на самом деле? Какой подход к статистике? Например, баптисты никогда не считают в членах церкви, среди членов церкви детей, скажем, молодежь. Они считают тех, кто принял крещение, на самом деле людей больше. Как мы подходим к статистике? Поэтому надо быть осторожным вот таким данным. Используйте примеры соответствующие жизни слушателей и понятные. Это то, что мы говорили. Вот не Рустам в перерыве сказал пример о том, что там в цыганской церкви один хороший брат приехал, где-то что-то прочитал о цыганах и начал проповедовать. И они начали расходиться. Он ничего не знал о их жизни, о том, что им говорить. А потом вышел брат из цыган, который не такой образованный, но он все знает о них. И он начал говорить на основании Библии, люди стали слушать. Примеры понятные людям, близкие людям. Они должны видеть, что мы близки к ним, мы знаем их жизнь, мы знаем, о чем мы говорим. Примеры соответствующие жизни слушателей. Так делал Иисус Христос. Он приводил примеры близкие людям. Примеры, которые были дороги о неводе, о закваске, осенние, рыболовы, сеятели, все понимали его и радовались этому. Он не приводил что-то из философии, они бы этого не поняли. Он приводил то, что было им понятно. Он даже не цитировал Платона, Аристотеля, вот или других светил древности. Вот он говорил о том, что людям было понятно и не радовались, потому что понимали истину. Но это то, о чем мы говорили уже, что вот в эти, то, что соответствует опыту людей, нашему опыту, оно лучше всего используется как иллюстрация. Используйте краткие иллюстрации. Краткие иллюстрации. Две-три минуты часто достаточно, чтобы проиллюстрировать какую-то истину. Иногда иллюстрация занимает слишком много места, и она отвлекает людей от истины. То есть здесь тоже надо какая-то умеренность. Ну, бывает иллюстрация подольше, подлиннее. Но в целом иллюстрация не должна отвлекать от истины. Иначе центр тяжести сместится с проповеди к иллюстрации. Иногда не только иллюстрации, краткие. Я слышал одного брата, он приводил одну иллюстрацию. Ну, и я думаю, что не просто сама иллюстрация, но даже сам способ представления иллюстрации был таким нагруженным. Он говорил, вот когда-то тот брат на том-то собрании, которое происходило в таком-то месте, рассказал такую-то иллюстрацию. И он долго говорил, введение к примеру. И оно не нужно. Вот когда-то кто-то где-то рассказывал этот пример. Если этот пример подходит к проповеди, расскажи. Но не говори долго, не отвлекай внимания на детали, которые людям не нужны. Нужно делать то, что подходит в данном случае содержанию проповеди. Используйте разные виды иллюстраций. Используйте разные виды иллюстраций. Ну, это мы можем увидеть, скажем, у Спеджина. Спеджин читал много книг по охоте, по биологии, астрономии, истории. И он мог приводить разные иллюстрации. Читайте книги хорошие, читайте примеры, для того, чтобы проповедь ваша была разнообразной. Не приводите, ну, приводите примеры только из жизни семьи. Это интересно, ну, можно разнообразить, добавить что-то к вашим иллюстрациям. И последнее. Используйте оптимальное количество иллюстраций. Я здесь не говорю, сколько использовать иллюстраций. Потому что в некоторых учебниках рекомендуют 2-3 иллюстрации. Но иногда мы читаем того же Спеджина, и мы видим у него их больше. Или у Муди. У Муди было иногда очень много иллюстраций. Он использовал некоторые примеры, примеры сменяли примеры. И даже было трудно найти конец. Один за другим. Примеры, 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 примеры. Но у него не терялась главная мысль при этом. Я думаю, что целесообразно просто ориентироваться по времени. Сколько нужно примеров. Допустим, если проповедь не очень длительная, продолжительная, то тут ограничиться двумя-тремя примерами. Допустим, если проповедь большая на 2 часа, то здесь можно и побольше. Согласен. Потому что в маленькой проповеди, если 15 минут, 10, 15, 12 минут, там 3 иллюстрации более чем достаточно будет. Если большая проповедь, люди не смогут слушать даже без иллюстраций. Надо как-то добавить интереса, пример, сравнение, сравнение. Например, Муди долго проповедовал. Он не по 15 минут проповедовал обычно. Он долго говорил, поэтому у него был пример за примером. Вот он говорит, проповедует и говорит, расскажу вам кое-что из личного опыта. Потом несколько минут прошло, секунд. Затем у меня есть еще один урок, пример. Еще один пример. На одном из служений в Нью-Йорке молодой человек встал, поделился свидетельством, которое, затаив дыхание, слушало все собрание. Он приводит свидетельство. Спустя минуту я помню в Филадельфии и рассказывает. Потом. Позвольте рассказать об одной матери, живущей в Филадельфии. У нее было два неуправляемых сына. После этого рассказа. Еще одно происшествие и так далее. И он таким образом иллюстрировал, у него были евангелиционные проповеди особенно, он иллюстрировал силу Божию, как Бог менял людей. И это воздействовало. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Большинство людей слушают на уровне ученика 5-6 класса. Средняя такая в аудитории. И если им рассказывать просто какие-то абстрактные мысли, передавать истину сложными словами, объяснять, что такое истина, использовать категории, как греки используют всемогущество, всеведение. Вот сравнить даже, как греки и как евреи рассказывали о Боге. Если бы евреи спросили, каков твой Бог? Ну, грек бы начал говорить, он всемогущий, он всесильный, бесконечный. А еврей сказал бы, он вывел из Египта нас. Воды Иордана или воды Красного моря раступились. Совсем другой подход к рассказу о Боге. Он не говорит об этих категориях философских. Он говорит о том, что он сделал. И сразу понятно, Бог, который выводит, спасает народа. Бог, который переводит через трудности какие-то. Бог, который освобождает из рабства. И вот эти иллюстрации сразу же открывают истину. Хотя есть, конечно, отдельные люди, которым надо логика. Есть, может быть, несколько процентов людей, которых надо логически сверять, доказать и так далее. Вот, поэтому в нашей проповеди должна быть и логика какая-то, должна быть ясность и последовательность. Но иллюстрации. Окна в ковчеге. Сделайте окно в ковчеге. Сделайте окно в ковчеге. Сделайте окно в ковчеге.